Александр Иванович, здравствуйте! Доброе утро! Александр Иванович, Вы уже давно занимаетесь зимним плаванием. Вы, можно сказать, со стажем, огромным стажем морж. Вы вообще как к этому пришли? Интереса ради, либо ради здоровья? Ну, собственно говоря, когда я начинал это дело, я о здоровье еще не задумывался. Мне тогда было 30 еще не было даже. Просто ради интереса другие могут, почему я нет. Я еще в Паранайске жил, там у нас группа была, человек 8, мы в море купались всю зиму. Потом я переехал сюда, узнал, что тут клуб моржей существует, зимородок. Пришел к ним, с ними поплавал, потом в результате стал старшинкой в этом клубе. И вот с тех пор я уже больше 20 лет возглавляю это. Каждую субботу-воскресенье в 9 утра. Все эти годы я не прогуливал. Кто-то может себе позволить не прийти, а я обязан, потому что ключи у меня, я открываю, я смотрю за порядком. И меня сюда тянет. Можно было бы как-то и пропустить. Но я просыпаюсь, у меня даже в мыслях не рождается, чтобы взять и не пойти. У меня ноги сами сюда несут. Во-первых, коллектив очень хороший. Все доброжелательные, все здоровые люди, все такие интересные. У людей, которые далеки от зимнего плавания, бытует мнение, что моржи в основном люди зрелого возраста. А в вашем клубе есть молодые? Есть молодые. Есть еще до 20 лет. Сейчас мы собираемся купать. У наших моржей подрастают дети в 3 года. Мы начнем их купать. Они уже сами просятся, мы просто их сдерживаем. У нас купались, я помню, дети и до года. Собственно, ограничений возрастных таковых нет. И чем моложе, тем здоровее организм, тем быстрее он приспосабливается к этим экстремальным вещам, к зимнему плаванию. Александр Иванович, сегодня крещение, и многие люди будут нырять в крещенскую прорубь. Ваши простые советы, правила людям, которые никогда еще раньше этого не делали? Во-первых, ни в коем разе нельзя заходить в ледяную воду, выпившим. Даже 100 грамм. Я не возбраняю после этого. Пожалуйста, мы тут не святоши. Но ни в коем разе я никому не разрешаю, членам клуба, да и вообще, выпившим, заходить в воду. Во-вторых, обязательно, прежде чем войти в ледяную воду, надо разогреться. Обязательно. Остывшему, когда немножко еще морозит, ни в коем разе нельзя заходить в воду. Как и перегретому нельзя, чтобы спотеть все. Мокрый, вот тоже нельзя. А для того, чтобы разогреться достаточно, буквально 10 приседаний, 10 отжиманий, там, ручками, ножками помахал, подрывал, и все, заходить. Просто загналось. Ничего страшного. Вот я тут не одну сотню уже искупал. Вот после купания никто не заболел. Вы жили в Паранайске, теперь живете в Южно-Сахалинске. Но, как известно, у нас-то зимы мягкие. А если бы вы жили, например, в морозной какой-нибудь Сибири, занимались бы зимним плаванием там? Конечно. Я в Тымовске был в командировке, как раз дело было на крещение. От Рождества до крещения, вот эти вот дни. Вот. Я находился там в командировке. Вот. Там очень сложно было пробиться к речке, потому что там, во-первых, снег, во-вторых, лед. Вот. Мы решили с товарищем попробовать снегом обтираться. Вот. Ну, там где-то градусов под 40. Вот. И снег жесткий, он, в результате, вот по телу катается и не тает. Вот. Вот. Бросимся в сугроб. Натираться пытаемся, он вот гранулами этими трет и не тает. Но потом все-таки добрались до воды, там ниже бани промоены. Вот. И ходили туда, купались. Правда, и местные там потом, человека два-три к нам присоседились, ребята. Вот. Вот. Ну, и вполне нормально. Кстати, здесь тоже обратили моржи внимание, что чем ниже температура воздуха, тем приятнее. Александр Иванович, сегодня крещение. Вы можете поздравить своих земляков, своих соратников с этим прекрасным праздником? Во-первых, все мои моржи, дорогие мои любимые, поздравляю вас с великим праздником, крещением. Желаю быть вам вечно такими же бодрыми, молодыми, энергичными, какие вы сейчас есть, на долгие-долгие годы, до конца жизни. И пусть ваши дети и внуки последуют вашему примеру. Субтитры сделал DimaTorzok